Всем привет! В новом выпуске Ростова культурного выставка Елена Лобко в шагах, а всего их 4300 в музее Зона Дмитровской и спектакль «Игрок» подостоевского Смоленского драм-театра на сцене театра имени Горького из проекта «Большие гастроли». Ну а пока фиша культурных событий. Смотрим! Музыкальный театр приглашает 12 ноября на детскую премьеру на малой сцене «Сказку бременские музыканты», а 13 ноября на яркую, легкую, красочную и наполненную юмором оперетту Штрауса «Летучая мышь». До 13 ноября успейте посетить экспозицию «Живопись» в выставочном зале Союза художников. Более 60 произведений, выполненных в разных жанрах, пейзаж, портреты, натюрморт. 11 ноября на сцене театра «Человек в Кубе» спектакль «Три высокие женщины» по одной из самых поздних, но сильных пьес американского драматурга Эдварда Олби. А 12 ноября спектакль-концерт «Город влюбленных людей. История о чувствах, где звучат стихи и песни о любви». На выставке «Возвращение к истокам» в Донской публичной библиотеке студенты училища имени Грекова показывают, чему научились в шитье и вышивке. Специальность «Театрально-декорационное искусство» предполагает знания исторических аналогов и умение их повторить. Экспозиция продлится до 20 ноября. Рассиний Прокофьев Шостакович. Программа концерта Ростовского академического симфонического оркестра на большой сцене филармонии 12 ноября. А 13 ноября французские классики оркестра духовых инструментов имени Еждика. 4300 шагов – это не просто механическое определение расстояния от дома до мастерской, а целый творческий путь ростовской художницы Елены Лавко и название ее персональной выставки и живописи в музее Зо на Дмитровской. Можно сказать, что, допустим, эти 4300 шагов – это и есть, так пафосно скажу, Родина. И за дня в день из дома в мастерскую Елена Лавко ходит уже 14 лет и как-то решила посчитать. Полчаса в дороге – это чуть больше двух километров, но пеший художник именно в шагах измеряет все прекрасное, что встречает на пути. Шаг влево – скверик Комсомольской площади, шаг вправо – дворики Халтуринского. Задумалась и оказалась на перекрестке Тургеневско-Островского. Еще немного и мастерская, а тут и жизнь, и творчество, и новый взгляд на привычные пейзажи. Небольшая, но реальная потеря зрения у Елены размыла границы в сюжетах, появились цветовые пятна. Но такая смазанность идет только на пользу, уверена художник. Это реальный дом, это по Островскому, там такие дивные. Но я как бы не дом, мне не дом интересен, мне интересен свет, мне интересно вот это преломление, как бы там воздух вокруг этого дома. В каком-то освещении интересны одни объекты, в каком-то другие. И там совершенно разные какие-то тонкие такие поэтические интонации. Эта работа из цикла 4300 шагов, как и все остальные, не имеет конкретного названия. В них нет смысла, говорит Елена. Вся ее персональная выставка в музее Зона Дмитровской – одна большая картина с разных ракурсов. Некоторые можно увидеть прямо из мастерской. Но розовый куст сейчас одет по-осеннему, а на картине по-летнему цветет пышными бутонами. Другая работа, но тот же сюжет, только уже зимой и с более общего плана. Живопись художника Лапко – не просто холст масла, но и всевозможные смывки, спиртовые настойки и даже, не поверите, сладкая газировка. Газировые напитки здесь тоже использовались. И они дают вот именно вот этот вот нюанс. Для меня еще в работе важно, чтобы вот, допустим, картина, она состояла, чтобы можно было рассматривать каждый отдельный кусочек, чтобы каждый сантиметр был уже смотриблен и насыщен какой-то фактурой и цветом. Получается, вот здесь еще можно легко это рассмотреть, потому что, по сути, она вот такая необработанная, вот как в ней достаточно мало рукотворности, чего я изначально и добивалась. Экспозиция 4300 шагов смонтирована не по маршруту Комсомольская площадь Тургеневская, а по цвету – от художественно ржавых осенних двориков и изумрудной зелени ветра до и синя-белых снегов. Есть и ночной пейзаж, где сквозь, казалось бы, мрачную палитру лессировки вырисовываются скелеты деревьев. Там какие-то дивные красоты, тени, деревья, с другой стороны, какие-то машины, это все освещается, проезжает, играет, какой-то цветовой фонтан, поток. Мне уже и не важно, что конкретно, мне просто важно настроение, ощущение. А цветовая гамма, ну, опять же, такая эстетика. Часть работ здесь буквально досыхают. На открытии Елена привезла их совсем сырыми, и это тоже подходит к ее концепции. Меньше правдивостей и конкретики, больше абстракции и личного восприятия. Авария по Дюренманту, детская сказка Али Баба, любовь по рассказам Аверченко и игрок Достоевского. Такие примеры последних двух сезонов привез в Ростов-Смоленский драмтеатр. Его большие гастроли проходили на сцене театра имени Горького. Наша съемочная группа посмотрела игрока. Я все мечтал выиграть, мечтал серьезно, страстно. В Баден-Бадене Достоевский проиграл все. С тех пор много целебной воды утекло, а о том азарте Федора Михайловича нам до сих пор напоминает его роман-игрок. В городке Рулетенбург встретятся все действующие лица из записок молодого человека. Эти записки известны нам как роман-игрок. Алексей Иванович, домашний учитель, вместе с семьей пожилого генерала, пачевицей Полиной и двумя детьми, живет в роскошном отеле на немецком курорте. Возьмите мои деньги, все мои деньги, ступайте играть в рулетку. Выиграйте мне как можно больше денег. Мне сейчас во что бы то ни стало очень нужны деньги. Наш режиссер, главный режиссер театра, он хотел поставить именно спектакль, что происходит с человеком, когда он игрок. То есть не именно об игре, а о том, что происходит в душе. Это спектакль даже, он более такой биографичный, да, о Достоевском. Но если вы будете смотреть, вы увидите, что здесь присутствуют прототипы женщин, которые любил Федор Михайлович. Полина – это Полинария Суслова, поклонница Достоевского. Еще добавляется стенографистка Анна Сниткина. И Алексей Иванович становится одним целым с Федором Михайловичем. У писателя все поставлено на карту. Есть только 26 дней, чтобы написать новый роман. Иначе он проиграет права на литературные труды. Они перейдут к издателю за долги. Михайлович, нам надо писать! Мы не успеем, что нам надо писать! Находка режиссера в том, что выразительнее всего суть игрока передадут музыка, пластика и условность декораций. Я прикоснулся к этому столу и заразился. Я начал с малых стадок. Я начал с малых стадок. И выиграл! Я выиграл! Выиграл! Несколько раз в оперет! Что до бедного генерала, тот погиб окончательно. Вдовец, дети, разоренные имения, долги и гибельная влюбленность в мадемуазель Бланш. В общем, объяснить Достоевского в двух словах, это достаточно сложно. Тем более, что... Ну, в общем, мироуклад этого человека, генерала, он очень примитивен и плоскостен. Единственное, что как бы в общем вот этом заварухе, который дается в игроке Достоевским, он играет свою роль, ну, такой как бы, такой разменной монеты, что ли. Рулетка – игра по преимуществу русская, делает вывод один из героев романа. И Достоевский, хотя и поборол в себе этот соблазн, остался навсегда тем русским, кто готов был играть до последнего. Следующий выпуск Ростова Культурного через неделю. Смотрите нас на сайте 1Rostov.tv С вами была Юлия Сурикова. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова